Кота нелегала неделю вылавливали в главном музее страны. В Зимний дворец вызвали спасателей добровольческого отряда Экстремум. Они выставляли ловушки, три ночи продежурили в Эрмитаже. Но ничего не помогало. Началось с того, что музейщики заметили серого кота, который уже полтора месяца жил в воздуховодах гардероба, через которые и отапливаются помещения. И по ночам выходил на первый этаж дворца прогуляться. Как вы понимаете, жилец императорского дома, набитого шедеврами, эти недели что-то ел, его подкармливали. И не только ел. А вдруг кот соберется пометить углы роскошных залов или вообще выложить инсталляцию на императорском троне? Ну, вы спросите, а как же знаменитые эрмитажные коты, которых там вообще десятки? А они обитают в подвале, держат оборону от грызунов там. В музейные залы дворца гвардию, которая гуляет сама по себе, не пускают. Позже расскажу о кошачьей службе в главном музее страны. И вот представьте, появился неучтенный ночной обитатель. Во-первых, на кота реагировали датчики, и охрана утомилась бегать проверять, не вор или пришли за статуи Аминенхета Третьего. Во-вторых, чего доброго какая-нибудь бесценная ваза лохматых столетий падет жертвой чрезвычайно вольного кота? Ну, вы знаете, как это бывает с елками и тарелками. Волонтеры кошки Спасы нашли место, откуда кот мог выйти, и устроили засаду. Отсекли помещение тентами, поставили кошка ловку и наблюдали по видео. Ко второй ночи придумали захлопнуть крышку дистанционно при помощи веревок, когда кот выйдет. Но он вовремя распознал ловушку, и волонтеры на доли секунды опоздали. И вот, когда его после трех ночных дежурств уже бросили ловить, кот днем самостоятельно вышел из укрытия в гардероб и дал себя поймать. Его обещали включить в кошачью стражу Эрмитажа. Гвардейские мышеловы расквартированы в зимнем еще с царских времен. Ну, а кому охота, чтобы, к примеру, на картину Рембрандта «Возвращение блудного сына» покусились грызуны? К каждому бойцу положены документы, довольствие, миска, койка и лоток. Так это выглядело в фильме, снятом 10 лет назад. Но опять же, в залы обычно их не пускают. Самый знаменитый Эрмитажный кот — глухой с рождения белый ахилл. Он, помните, как бы предсказывал результаты матча Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Ну и потом продолжил. В сети про Эрмитажных котов гуляет легенда. Мол, после блокады кошек сюда везли вагонами. Но, как ни странно, несмотря на всю бюрократию, никаких документов, которые бы это подтверждали, не осталось. В чем убедились питерские исследователи. Хотя рассказы о том, что после блокады не только Эрмитаж, а Ленинград вообще от крыс спас сибирский кот и десант стали уже просто общим местом. На роль родины этих котов претендуют Тюмень, Омск и Иркутск.